Всем салют, всем привет! С вами Андрей Доцент и это Star Wars The Old Republic, компания джедая-консула. Мы продолжаем. Наша главная героиня Нитра отправляется на поиски приключений на своем корабле. И как следствие нам высветилось задание использовать галлотерминал на нашем корабле. Ну что ж, давайте отправимся в ангар и будем выполнять сюжетное задание. В чем смысл у нас вообще сюжетного задания? Ну, во-первых, наша главная героиня приобрела древнюю технику, древнюю способность к исцелению, которая позволяет исцелять людей, зараженных такой особой, скажем так, болезнью темной стороны. Ее населяет эту болезнь, эту чуму, какой-то темный лорд. Но какой и кто именно, непонятно. Узнать его местонахождение можно только от тех, кто вылечился, скажем так, от его чумы. И в совокупности все эти вот отрывки данных, которые мы найдем от вылеченных, мы сможем составить, скажем так, картинку, место расположения главгада, главзлодея. Но эта способность к исцелению, она сильно истощает нашего главного героя, героиню точнее. И очень опасна эта древняя техника, так что нужно использовать ее очень аккуратно. Так, где наш, вот наш, собственно, корабль? Точно такой же корабль, как у рыцаря джедая. Ну, дело в том, что нам один и тот же совет, скажем так, выделял все эти корабли, и поэтому ничему новому здесь удивляться не приходится. Корабль. Прыгаем и полетели. Сейчас мы получили от Совета джедаев сигналы о еще нескольких заболевших, вроде как, на других планетах. Ну, вообще, тут все компании как выстраиваются по принципу? Стартовая планета, потом планета-столица, а потом летаешь по галактике, и, согласно главе, каждые две планеты выполняешь задания, связанные сюжетные с какими-либо-то планетами. Обычно две даются на выбор на старте. Низкоуровневые, естественно. И здесь будет аналогично. Здесь будет аналогично, и нам предстоит выбрать, на какую же планету нам конкретно отправиться. Ну, для начала нам, как обычно, наверное, представят сейчас корабль там, дроид, наверное, нам, да, все расскажет, покажет. Нет, нет, ничего он нам не будет ни показывать, ни рассказывать. Используем галотерминал. Давайте будем использовать галотерминал. Вызываю космический порт Корусанта. Я готов отказ к отправке. Мы слышали, мастер джедай. Хорошего полета. Все. Блин, и взорвалось что-то нахрен здесь. Нормально, мне нравятся эти корабли. На них постоянно что-то всегда взрывается. Интересно. Ну, ладно. Давайте-ка... А, смотрите. Тарис и Наршада. Ну, думаю, сначала давайте глянем, на какой планете ниже уровень. На который ниже, на ту и отправимся. Наршада и Тарис. Ну, давайте Наршаду сначала глянем. Что у нас там? Двадцатый, двадцать четвертый уровень. А здесь Натарисе. Натарисе у нас шестнадцатый, двадцатый. То есть, видите, тут выбор очевиден. Отправляемся, Натарис. Во. Все. Отлично. Сейчас обычно заставочка, как полагается, пойдет по прибытии на планету. С нами свяжется, наверное, совет. Радо... Слушайте о вас. Совет чувствует ваше прибытие на Тарис. Это необычный мир. Так. Как это? Эта планета не часть моего обучения в храме. Века и назад Тарис, как и корусант, был процветающим городом. Потом мощный лорд Ситов уничтожил города Тариса в один день. Это было темное, страшное время. Но Республика восстанавливает все с помощью мастера Синтикан. А, Тайкон. Мастер Тайкон эксперт по местной фауне. Он получает регулярные отчеты от его... Но... Он что-то пал как-то. И замолчал. Замолчал или заболел? Вы полагаете, что мастер Тайкон, скажем так, заболел тем, что и он парой? Боюсь, что да. Мастер Тайкон работал с его подаваном очень близко. Арис Вуранелла какая-то. И также с капитаном республиканских разведывательных сил, капитаном Нелексом. Арис и капитан Нелекс находятся на республиканской базе. Они должны найти, скажем так, помощь как-нибудь, чтобы помочь найти мастера Тайкона. Хорошо, сделаю все, что могу. Свяжемся, когда все будет нормально. Мастер Тайкон, защити его, как только возможно. И попытайся изучить больше о мастере Чумы. Мы будем ожидать вашего слова. Удачи. Так, значит отправляемся сюда. Для начала уберем лишнее задание. Так, у нас тут героические. Наршаду убираем, поскольку мы сейчас в Нотарисе будем выполнять. Поэтому лишнее все, естественно, долой. Выбираемся. Мастер Чумы, вот как называется. Кстати, заметьте, да, какая интересная была отсылочка к игре Звездные войны Рыцарей Старой Республики. Но те, кто играл, те, естественно, вспомнят. И я не устану это повторять. Игра была просто обалденная. Она и сейчас обалденная. Вообще просто, наверное, по моему мнению, лучшая игра на тему Звездных войн. Вообще. Если так. Вот атмосфера какая там. Ну, реально, это просто лучше не передать. Прямо, скажем так, наравне с оригинальными шестью фильмами идет эта игра. Седьмой я в расчет не беру. Что-то он мне как-то не очень понравился. Вообще, если честно, ни о чем. Какой-то каламбур. А вот первые шесть, это классика. И вот старая игра. И первая. Вторая, конечно, немножко похуже была частью Рыцарей Старой Республики. Но тоже, вот знаете ли, так же. А кто-то говорит, ты лучше. Ну, в принципе, они одинаковые. Вот эти вот две игры, это вообще прямо что-то с чем-то. Так что вот так вот. А мы сейчас будем на планете Тариси. Точнее, уже здесь. Выйдем, посмотрим, что здесь стряслось спустя сколько? Три сотни лет или четыре сотни лет после событий первых двух игр. Про Звездные войны, Рыцарей Старой Республики. Кайзен Воз. С нами в напарниках. Так, ну что, прыгаем? На это отлично. И погнали. Регистрацию, надеюсь, не надо будет проходить какую-нибудь, как обычно. Ты прямо еле, еле, еле прямо едет. Да что ж такое, а? Ну ладно. Так, тут солдаты все выстроились. Тут готовят ребят. Но на Тариси, даже когда, скажем так, еще планета не была раздолбана в хлам, уже тогда была одна очень страшная проблема, которая продолжается, скажем так, и по сей день. На момент кампании, вот, рыцаря-джедаи, либо джедая-консула. Чума, чума, рагульская болезнь. Вот это вот вообще страшная вещь просто. В свое время Реван как бы нашел лекарство временное в виде какой-то серы там, но вылечить до конца не получилось. А сейчас оно как-то распространилось. А, губернатор Сареш говорит, вместе будем строить лучшее будущее. Так, все, отправляемся. Вот наша цель. Сейчас тут прогрузится. Все, во, отлично. Нам, в общем, вот сюда. Поговорить с капитаном Нелексом, узнать, что у него есть за информация, которая поможет найти нам мастера. Так, где-то здесь находится он у нас. О, тут можно, в принципе, и пролететь, если уж надо будет особо сильно. Так, световой меч с нами, это радует. Поговорить с капитаном Нелексом. Где на капитан Нелекс? Нелекс? Капитан? Это сумасшествие. У нас не была необычная активность мастера Тайкона, но совет сказал мы... А, вот она здесь. Я капитан Нелекс, Республиканские Разведательные Силы. Эээ... Привет. Для меня честь видеть вас, как и моя. Мои люди рады, что здесь есть еще другой джедай. Мастер Тайкон, ему потребуется большая помощь. Тут сейчас помешалось. Мой мастер, эээ, как колеш, что-то там, эээ, который действительно одарен, одарен, что-то путям нахождения. Ой, подаван Айрис Вуранелл к вашим услугам. Так. Похоже, что совет в чем-то ошибался. Не-не-не-не-не. Я не спрашивала совет. Но мастер не просто болен. Она права. Когда совет сказал, мастер Тайкон, скажем так, проводил какое-то исследование. И он как-то пропал. И это для нас новость. Они вернулись? Где была эта экспедиция сейчас? Там загрязнение было зафиксировано несколько дней назад. Я полагаю, что мастер Тайкона хотел бы встретиться с вами. Я попытаюсь связаться. Капитан! Капитан Неликс! Нам нужно подкрепление! Они идут! Они... Они все ушли! Капитан... Что за... Это экспедиция стражников, сержант Валой. Где Тайкон? Возможно, там что-то случилось. Это руины всегда чем-то там... Что-то случается у них. Нам нужно добраться до них. Эээ, трансмиссия передавалась. Там с ними все в порядке? Короче, я отправлю спасательную команду. Черт! Нет! Я не смогу прибыть вовремя. Я спасу их. Дайте мне ихнюю локацию. Что бы ни случилось, сила защитит меня. Давай надеемся... Будем надеяться, что и моих людей тоже. В то время я пока соберу команду вместе. Так, вот здесь копии данных исследовательской карты, которые вас направят. И наблюдайте за собой. Мастер Тайкон, возможно, там тоже. Я надеюсь, что сила будет наблюдать за вами обоими на этом Таресе проклятом. Ладно. Давайте найдем пропавшую экспедиционную группу. Блин, я куда-то не туда иду. Нам нужно отсюда выйти. Ракетные ускорители. Чтобы побыстрее отсюда выбраться. Хорошо. А там уже пересядем, скорее всего, на такси. Потому что нас, как обычно, сейчас отправят по всей планете. Скитаться направо и налево. Ох, ни хрена себе. Так, используем карту. Выбираем такси. Такси у нас вон там. Ладно. Погнали. Что я скажу? Погнали. И знаете, что нам надо? Вот. Давайте-ка мы этот какло. Активируем. Ускорение прокачки навыков. Так. Найти пропавшую экспедицию. Ну, сейчас при помощи такси доберемся. Так будет гораздо быстрее, чем добираться на своих... Да что ж так все подвисает-то, елки-палки. Так. Вот. Стойте. Где такси-то? Не прогрузился? О, появляется. Отлично. Ага. Хрен с два. То есть это вообще-то как бы где-то рядом получается, да? Да, где-то рядом. Придется так добираться. Ну, ладно. Раз так, то погнали. В принципе, что еще делать-то? Ничего другого, собственно, и не остается. По дороге. Тут-то я, насколько я знаю, вот Рагулы обитают. Их надо обходить стороной. Эти ребята, с ними лучше, скажем так, не пересекаться. Угу. И вон непосредственно, кажется, там. Ну, как вы видите, здесь вообще разруха дикая творится. Просто погром и хаос. Болезни свирепствуют. Кругом Рагулы гуляют. А я еще как вспомню на запрохождении Рыцаря-Джедая, планетарное здание, когда проходил, под землей собирал фрагменты записи. И там такой ужас творился. Оказывается, тут откатилось развитие технологий на 300 лет. То есть три поколения, которые здесь жили. Народонаселение. Тут так все откатилось до уровня палки-копалки, грубо говоря. И всю жизнь жили под землей вроде как практически. Это такая жуть. И каждую ночь боялись засыпать, потому что наверху, детям рассказывали, бродят страшные монстры. Это караул просто. Это вся жизнь в страхе. Кошмар. Да. А все решилось в один день. Когда одному лорду приспичило раздолбать планету в хлам. Причем вместе со своими силами тоже. В том же у лорда ситов были и собственные силы на данной планете. Ну, он и с ними, скажем так, не стал церемониться. Он вообще просто все уничтожил. Как мне туда попасть-то? Объехать что ли надо, да? Что-то как-то малость непонятно. Скорее всего, да. Надо объехать. Так, вот. Надеюсь, что так получится. Да, тут есть вот возможность. А, вот. Фаза джедая-советника. Замечательно. Ну, что, выходим тогда? Так. Ну, и что, куда? Куда идем? А, вон дроид, смотрите. Т8С3. Что за нахрен? Какой-то взрыв был. Опа-на! Кайзен! Делай ты что-нибудь! Кайзен! На! И еще раз. Ух ты! Нахрена себе. Кайзена лечим. Кайзена лечим, говорю. Вот так вот. Да, способности к лечению, конечно, классные. Способности, ничего не скажешь. Так, а вот и дроид. Ну, давайте поговорим с ним. Т8С3 приветствует джедая. Пореждение, доклады. Потерянная энергия какая-то. Возможно, помощь экспедиции. Джедай ищет мастера Тайкона. Ты был там? Что? Кто ты вообще именно там? Я служеный дроид экспедиции. Параметры мои. Анализ там и что-то сборка. Полкилометра, конечно, у меня зона действия. Перед атакой мастер Тайкон и разведательная команда охраняли территорию. Потом мастер Тайкон равно потере. И что-то там искал какие-то метки. Так куда они ушли-то? С чего мне лучше начать? Мастер Тайкон и команда разведательная недалеко. Они что-то заботятся об экспедиции. Там есть... Ищут медицинские голокроны, реликвии. Мастер Тайкон и команда разведки. Разведки. Цель... Какое-то... Здание, что ли. А что значит тебя? Что-нибудь о тебе я могу помочь? Да и я сам себя почину. Потом вернусь на базу, как бы. Ему нравится джедая дроиду, говорит. Классно иметь с вами дело. Ладно. Ну раз сам починится, то пожалуйста. Как бы. А мы давайте отправимся, найдем этих... В экспедиции. Ребят. Так, где-то здесь они рядом находятся. А-а-а! Я знаю, 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 знаю. На Тарисе есть такое место, где... Расположены эти джедайские там реликвии. Только слушайте. Ёлки-палки. Мне, короче, проще... Так, а тут что-нибудь нет? Блин, так далековато, однако, добираться-то. Я лучше использую телепорт до такси, а оттуда уже попаду непосредственно в зону поиска экспедиции. Потому что так довольно-таки-то далековато ехать, как ни крути. И таксишки поблизости нет. Вот это вот тоже вот момент такой вот. Ну, бывает, бывает. Тут много неудобных ситуаций. Поэтому лучше использовать телепорты для этих целей. Кстати, телепорты тоже можно прокачать. Но я пока не вижу смысла прокачивать телепорты. Во, я вообще в контине появился. Ни хрена себе. Замечательно. Так. Ну, давайте. Сядем в таксишку. И прямиком отправимся к цели. Так. Ускоритель. Ускоритель. Да что? Что-то периодически проседает. Однако-сь. Как-то все это странно. Прям заскакивает и все. Непонятно, в чем дело. Но вроде как бы такой проблемы раньше что-то не было. Такой уж явной. Я бы сказал. Блин, я что, мимо пробежал? Вообще зашибись. Ой, караул. Так. Где-то здесь. А может быть, не знаю, серверами проблемы. Может, какая-нибудь опять обновление ставят. И все через занято. Ну, отправляемся. Во. Так-то лучше. Вот сейчас лагать-то начнет, походу, да? Когда отправляешься. Вот они, рагулы. Но они на нас не сагрятся, поскольку мы в транспорте сидим. Проблем быть не должно. Кстати. Что у нас тут-то? Так. 24-й. А-а-а. Сокращает. Пассивка, короче. К навыку. Щита. Своего рода. Щита и сил. Кстати, классная способность, на самом деле. Откат мгновенный. Можно практически на всех союзников разом накладывать. Только поочередно, каждого кликая, чтобы защитить. На пвп это довольно-таки неплохо помогает. Вроде как. Ну что, мы добрались или нет? О, уже исследовали аурек какой-то. Ну все, теперь отправляемся. Лучше, короче, можно было бы это самое. Так, добраться. И то быстрее было. А-а-а. Там этот. Э-э-э. Как его? Здание, больница заброшенная, вроде как-то так, находится в том месте, в том районе. Или несколько в другом, я ошибаюсь. Ну, планеты огромные. Планеты огромные, их очень много. А я ведь даже на другие-то и не летал. Я вот только летаю на те, где у меня сюжетные миссии. И все, я больше никуда, скажем так, в свободном режиме не летаю, не исследую пока. А есть много интересных мест, которых бы хотелось посмотреть. Планеты Манан, допустим, это... Э-э-э... Вот, не знаю, как вам, а лично мне это интересно, как же там после событий игры Э-э-э-звездные войны, рыцари Старой Республики, что там случилось? Если такая водяная планета была, особенно уровень под водой, помню, с огромной рыбой, это вообще было что-то с чем-то. Э-э-э-да, веселые и классные воспоминания. Так. Увернулись. Все-все-все-все-все-все-все-все-все. Не догонит, не догонит. Им не хватит скорости. Инфицированные пираты. Ну да, болезнь свирепствует. Еще как. Кстати, раньше тут была такая интересная способность. Не знаю, как сейчас, а... Рагульскую болезнь подхватываешь и бегаешь, заражаешь других игроков, которые играют. Кто себе сыворотку не кольнул. И вроде как там троих заразил, и получаешь награду в виде 20 тысяч кредитов. Там что-то и ачивку еще какую-то. Правда, эта болезнь прогрессирует. Там первая, вторая, третья стадии. Если не вылечиться, то кони двинуть можно. Запросто. Так, тут, короче, мы здесь не проедем. Придется по главной дороге ехать все-таки. Хотелось срезать, но ни хрена не получилось. Да что ж ты так пролагиваешь-то, а? Зараза. Прям пролагивает игра и пролагивает. Хоть ты что делай. Все. Да, тут, смотрите, тут уже кого-то замочили. То ли другие игроки проехали, то ли монстры тут дерутся с ботами. Кстати, вот мне очень нравится в игре. Помимо того, что игроки бегают, эти еще такой, знаете ли, иллюзию битвы между собой создают. За этим надо приятно наблюдать. Как-никак создается ощущение, что жизнь кипит в игре. И это реально очень здорово. А вот и наша сюжетная локация. Ну, давайте глянем, что у нас здесь. Вошли в зону истории. Что-то здесь все горит. Я думаю, нам стоит выйти. И наложить пассивку на нашего союзника. И вот что-то как-то с пассивкой какая-то ситуация странная получается. С другой класс сыграешь, накладываешь пассивку, и как-то и тебе, и союзнику сразу. А тут как-то и не себе, или только союзнику. В общем, хрень какая-то творится. Заставка грузится. А там вон кто-то раненый лежит. Кому-то там совсем плохо. Там что-то не видно, чем-то машет. Так. Ох ты. Ой, спасибо звездам. Дайте мне руку, я не могу его сам поднять. Так. Ох ты. Нифига себе. Зачем руку, когда можно всю глыбу поднять? Это круто. Что-то здесь все раздавалось. Пламя пахнет неправильно. Все как-то слишком легко. О, Геральт. Ох ты, люди, 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 люди. Надо спасти их. А, она сейчас этим займется, очевидно. Да? Все другие. Только мы одни остались. Помогите! Я горю! Помогите! Помогите! Не бойся поднять. Доверься Силе. Я не позволю, чтобы тебя ранили. Так. Нифига себе. Круто. Классно она. Делает, ничего не скажешь. Она одарена Силе. Вы джедай? Пожалуйста, вытащите Ларию оттуда. Это джедайские голокроны. Там есть медицинские данные, которые могут спасти миллионы жизней. Мы должны всех. Джедая. Так, сначала женщину. Никаких артефактов не достойны чьей-то жизни. Так, сначала ее вытаскиваем. Все. Круто. На, походу, крышка артефактом, да? Да. Ладно, еще найдем. Какие проблемы? Голокроны пропали. Вы дураки! Что вы наделали? Спасли мою жизнь, доктор. А вы оставили меня умирать. Вы и этот Тайкон пытались убить нас. Тайкон? Вы говорите, мастер Тайкон ответственен за все это? Мы изучали загрязнение здесь, в этих руинах. Но мы нашли эти медицинские голокроны и хотели их вернуть. Когда были на пути домой, Тайкон какую-то ловушку сделал, загрязнение, и заставил смотреть на то, как все здесь горит. Это что-то не так. Я не могу представить, что джедай-мастер мог сделать такие вещи. Я не понимаю и вообще ничего. Тайкон говорил, что он хочет нас казнить за уничтожение Тареса века назад. И им говорят, что все примкнут к Джанкшену. Джанкшен это какая-то фабрика, и там процесс опасного газа происходит. Сотни людей работали в этом Джанкшене, и мастер Тайкон планирует что-то. Я спасу их. Я не позволю Тайкону ранить кого-нибудь еще, я обещаю. Мы лучше отправимся на базу, и с нами все будет хорошо. Спасибо, что спасли мою жизнь. Просто не стоит недооценивать Тайкона. Этот чувак очень опасен. Да, однако. Так, используют свой персональный голокоммуникатор. Ну, давайте используем. Так. Что у нас там? Джедай! Мы просто что-то только что получили сигнал экспедиции. Они говорят, что вы помогли им. Тайкон атаковал их. Есть выжившие. 12 человек из команды. Скажите мне, что это все неправильно. Что я ошибаюсь. Мастер Тайкона завел экспедицию в ловушку. Нет! Что если он пытается их вывести? Может быть, они его игнорировали как-то? Ты должна смотреть реально на вещи. Это естественно, защитить своего мастера. Но, похоже, джедай должны смотреть на правду. Я хочу найти, найти и привести к правосуде. Даже если мне придется его лично взять. Нет, пожалуйста. Это не его ошибка. Так, ты прав, подавал. Я согласен с капитаном. Этого не поможет. Мы можем обсудить это позже. Но сейчас моя лучшая задача это найти мастера Тайкона в Джанкшине. Черт! Джанксон, там же газ, ловушка есть. Будь наготове. Тайкон использует Джанкшин для восстановления чего-то. Возможно, пытается тебя остановить. Пожалуйста, не раньте мастера Тайкона. Он единственный, кто может спасти Таррис. И я нуждаюсь в нем. Ой, ну посмотрим. Посмотрим. Там видно будет. Надеюсь, что все обойдется. Ну, ладно, друзья. Думаю, тогда давайте здесь мы на этом закончим. И продолжим уже, как обычно, все в следующих сериях. Я с вами прощаюсь. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Не забывайте подписываться. Если вы все еще не подписаны, если вам понравилось данное прохождение, то можете поставить пальчик вверх. Мне будет очень приятно. А также, если вас интересуют другие прохождения на моем канале, включая прохождение за другие классы в игре Star Wars The Old Republic, то в описании под видео есть ссылочки с плейлистами. Рекомендую к просмотру. И не забывайте заходить в группу в ВК. Все ссылочки снизу в описании под видео. Все, друзья. Всем пока.